Просувала продавцом обычно. Так было, честно, война началась, лекарств не было сначала. У меня в городе аптеки были пустые, прям нехватка лекарств. И начала просто заниматься, чтобы кому-то купить, потому что у меня знакомые были в Днепре, в других городах. Они покупали, мы по чекам отдавали. Потом я поняла, что у многих просто нет средств, ну там, допустим, у бабушек, у дедушек. Начала просто им покупать лекарства и отдавать. Потом мои друзья, которых иногда я даже в лицо не знаю по фейсбуку, видя, что вот я там то-то-то ищу, тому-то, тому-то, какие-то препараты, они начали мне помогать там. А у нас в городе есть такой препарат, я сейчас тебе вышлю. И мне начали помогать просто друзья, которых я, ну, знала, там один-два раза в жизни виделись, а с некоторыми вообще не виделись, просто по фейсбуку. По Константиновке знаю практически всех волонтеров, по Бахмуту практически всех волонтеров. В Бахмуте я не единственный человек, который там работает, волонтеров очень много. Это работа не одного волонтера, понимаешь, а нескольких волонтеров. Не бывает так, чтобы эвакуация, это все один человек делал. Ну, не может быть такого, чтобы это все один человек делал. Все равно, кто-то тебе подает заявки, кто-то их собирает, а кто-то потом тебе помогает дальше доправлять людей. Взаимовыручка. Ты налево встал, это придет свежий. Да, я вижу, его не было. Это что, прием? Сейчас подказ самолету налево. А мы первые. Ну, давай, если кому-то надо, мы тоже одного можем забрать. Там, слышишь, Миша сказал, что на Комаровке там женщина. Я только сейчас Комаровке, нету там никого. Хорошо. Я только сейчас Комаровке общалась, мы воду завозили, нету там никого. Все. Кто еще есть на эвакуацию? На лево, на лево, черный бус. На лево, черный бус. Короче, ты все где-то видишь. Вообще не есть. Ну, вообще, все, все. Есть и все. Есть. Смотри, у меня бусс один стоял. Войни-бус. Сколько человек, который попал? Войни-бус. И пятеро осталось. Не выездные, но не хотят. Весен, но не хотят. Ну, собственно, нет. Нет, светлый смех, но так просто нет. Нет, просто я всегда... Ну, люди не хотят уже менять. Им, наверное, тяжелее будет выехать, чем пережить это. Люди за 80, им перестроиться, обустроиться без поддержки. Ну, если бы человек выезжал с дочерью, там, с внучкой, с мужем или с кем-то. А если человек одинок, его вот это туда-сюда таскают, то для него это больше стресс, чем он будет сидеть в подвале под бомбежкой. Поэтому тут надо выбирать. Он, в принципе, свою жизнь прожил, он уже готов к тому, что, ну, попадет, так попадет, понимаешь? Ну, все разбито. Окна разбиты. Нету окон. Это, пленка и закрыто. Ну, у меня печка есть, я протапливаю. Буржуйка? Нет, такая, такая печка, угольная. Соседи мне помогают, трошки дровами. Так оно не где лягти. То есть, нет где лягти? Ну, нет, сидя, сидя. Холодно там, разбито все. Ну, это так, ничего, переживем. Ничего, ничего не болит, только чтобы разкухал. Вновь сказал, что нельзя сидять. Надо разминать, чтобы ноги в мене лежали, ну, как на кровати. И все, ничего, все пройдет. Видишь, я уже так тогда, ну, я не подготовлюсь. Спасибо за беспокойство. Бахмут из оставшихся, я думаю, что 50% это сипротивляет. Ну, это моя лично субъективная, как мысль, я не могу сказать точно. Просто я знаю, что есть. В селах нет, потому что в селах в основном, если есть, там очень-очень мало людей такого настроения. У каждого в селе были неприятности. Каждому прилетало либо во двор какие-то, я имею в виду близонаселенные районы, которые ближе к боевым действиям. Либо прилетало во двор к ним, либо к соседям и их задевало. То есть убивало скотину, убивало, ранило родственников. Ну, крыши разбомблены, дворы переворочены. Ну, как? Как ты думаешь, будет они сепарами? Ну, нет, конечно. А в Бахмуте есть такая тенденция. Мы, когда ездили, уговаривали на эвакуацию, я очень много слышала. Что мы чекаем на Руси? Они так не говорят. А как говорят? Ну, там, кто как. Некоторые говорят, вот ты понимаешь, кто нас стреляет? А вот я конкретно понимаю. Вот видишь, как Украина, видишь, она своих не любит. Я говорю, ну, у меня муж высок. А, все понятно, иди ты. И пошло, поехало, разворачиваться и уходить. Ну, грубо говоря, при этом берусь. Вот. Сейчас они более мудрые стали, а мне это вслух не говорят. Ну, по глазам же видно. И иногда по выражениям просто в разговоре видно. А есть люди, которые не сепары, но они себя не могут найти в жизни из-за того, что они очень долгое время в ситуации под обстрелами находятся. То есть летом было все замечательно. Люди привыкли к этим бомбежкам, но можно было жить, да? Выращивать огород, общаться с людьми. Было же тепло, не холодно. Вот. Осенью тоже вроде еще нормально, но уже стало опасненько. Но люди не перестроились на тот момент. Вовремя не выехали, и все. И зима для них показалась, ну, это, скажем так, психологический надлом, в котором они думают, что с ними все нормально. А ты, когда разговариваешь с ними, ты понимаешь, что, ну, что-то человек завис в пространстве своем, и вот он как замкнутый, понимаешь? Ну, так, ну, вот этого мужчину сейчас домой за документами, что он там хочет собрать тебе, потом я своя нам планку передам. Скажите уже. Поэтому они тут и не худенькие. Как и на станции. Не хочу у них из-подомы себя за руку. Субтитры сделал DimaTorzok Там остаются дети Меня все ругают, но у меня с большинством моими волонтерами мысли сходятся Детей там быть не должно Просто не должно быть там детей Я вообще за принудительную эвакуацию детей Всем, кому нет 18, они должны выехать оттуда Должны, обязаны Если родители этого не делают, то это должно сделать государство Вот я сейчас буду ехать к Танечке, да? Она прекрасная женщина, она волонтер Она помогала на протяжении всего этого тяжелого времени Практически всему своему району Но у нее сидит там ребенок И Таня, выезжай с ребенком Нет, Таня, выезжай Ну куда я брошу всех этих лежачих Лежачих повывозили у нее, за которыми она ухаживала По району Люди же побросали своих лежачих родственников, понимаешь? Таня за ними ухаживала Вот, повывозили Таниных лежачих Ну так и остальные люди, куда деться? Ну вот куда? Я вот не понимаю ее А она не понимает меня Она должна помогать людям Вот она себя чувствует там при звании Многие женщины боятся, что их мужей заберут в армию Вот типа, если они выйдут на территорию Украины Их обязательно словят и заберут в армию А воевать они не хотят Ну как бы, вот есть такая причина Работа психологов в таких зонах должна быть Не просто то, что мы приезжаем, разговариваем Да, мы уговариваем, мы уговариваем эвакуироваться Но мы же не психологи, пойми Может быть за какой-то промежуток времени мы стали Уже больше понимать людей И немножко что-то от психологов иметь Но мы не психологи А там должны работать с людьми психологи Потому что ноги находятся в какой-то ракушке в своей У них цель зарядить телефон, поесть, попить и переночевать Все, до этого у них было нагреть воды Найти пропитание, найти воду Добежать, получить гуманитарку Сейчас у них это все привозится на дом Либо на пункт незламности Откуда там, в принципе, не так далеко добраться до каждого Вот, и они, в принципе, у них очень узкий, скажем так Кругозор сейчас Слава Богу, вот есть у них сейчас доступ к интернету Они могут какую-то информацию получать И мы сейчас возим газету местную И вот благодаря тому, что есть интернет и газета Они начали сейчас получать информацию А так до этого, ну я тебе честно скажу Вот они сидят в подвале и ничего не видят Ну что, люди, они потом тяжело выходят с этого состояния Когда нужно сделать шаг-рывок и решиться на эвакуацию Они уже не могут Я не могу тебе точно сказать Некоторые говорят 200-250 Я не могу, я такого количества не видела Около 60 детей, тех, которых я знаю Около 60, тех, которых мы регулярно объезжаем Либо видим Больше я не видела, честно скажу Но опять же, многие же по подвалам другим живут И туда я могу не заезжать Знаю, что есть 4-месячный ребенок там С молодыми родителями Они не выезжают Нагоняли, ну как, истерику, что Донпасс, Донпасс упадет Мы понимали, что Донпасс не упадет Потому что по сравнению со всей другой Украиной У нас самая лучшая оборона Несколько, во-первых, этапов обороны у нас было То есть это же не просто одна зона там Во-вторых, у нас была, как скажем, буферная подушка Луганская область Это стыдно говорить, да, так Но ведь благодаря тому, что очень долго пошел заклад Луганской области Мы тут жили нормально Ну, относительно нормально То есть прилетало, да, каждый день Ну, не было таких вот боев, которые прям им награды Чтобы до нас доставали или еще что-то Мы жили спокойно всю весну практически Прилетали у нас только С-300 Ну, они везде прилетали По всей Донецкой области, понимаешь? С-300 С-300